Друзья, всем привет! Обычно на нашем канале по воскресеньям выходят сюжеты о недвижимости, но сегодня у нас, так сказать, спецвыпуск. За моей спиной дольщики, которые, начиная с 2016 года, активно покупали квартиры вот в этом шикарном офисе продаж. Подчеркиваю, они покупали не просто квартиры, они покупали свою мечту. Они покупали у мощного и известного на тот момент застройщика Urban Group. Сегодня мы с вами обсудим все детали. Мы находимся неподалеку от МКАД. Карту я вам вывожу на экран. Вы посмотрите, какие рендеры рисовал им застройщик и какую сказку он им обещал. Это город в городе с шикарнейшей архитектурой. Вся инфраструктура, само собой разумеется, школы, детские сады, зоны отдыха. Все здесь есть. Неподалеку лес. Ребята, ну вы посмотрите, вот это действительно крутейшая архитектура, на мой взгляд. Как вам? И люди думали и надеялись, и были уверены, что здесь они будут жить. И вот на этом поле сегодня должны были стоять роскошные дома. Целый жилой микрорайон, где проживали бы люди, наслаждались бы своей жизнью, которым изначально преподнесли здесь, как сказку, за городом, в уютном местечке. Они были всем довольны и с удовольствием принесли свои деньги. Но с ними произошла очень неприятная ситуация, о которой сегодня они нам расскажут, введут нас в курс дела, расскажут про те плюсы, которые им рисовали, про те минусы, с которыми они столкнулись и про тот беспредел, который сегодня их накрыл. Сегодня мы сделаем комплексный сюжет, из которого вы увидите плюсы, которые вполне возможно кому-то из вас сегодня, кто-то из застройщиков на этапе котлована рассказывает. Вы узнаете минусы и вы услышите, какое у них основное требование и к кому они обращаются за помощью в решении их вопроса. Давайте обо всем по порядку. В первую очередь я вас познакомлю с человеком, который мне всю эту историю рассказал. Знакомьтесь или вспоминайте. Наташа, Наталья, привет. Привет. Большое спасибо тебе, что написала. И я был с удовольствием вовлечен в эту тему, потому что тема действительно вопиющая. Самое главное, что граждане вот этого жилого комплекса, дольщики, готовы принимать активное участие в отстаивании своих прав. Расскажи, пожалуйста, кратенько, что вообще произошло, где мы находимся, вот эту историю. Мы с вами находимся в Одинцовском районе, и именно здесь должен быть расположен жилищный комплекс Лайково. Дольщики здесь приобретали жилье в 2016-2017 году у известного на тот момент застройщика, причем не просто известного на тот момент застройщика, это был надежный застройщик, у которого было множество уже сданных комплексов, хорошие отзывы, интересная архитектура, потому что мы покажем, наверное, вставим рендеры, то есть каким должен был быть этот жилищный комплекс, и именно сюда и люди ехали за архитектурой. Здесь должен был быть город в городе. И как раз к тому времени, незадолго до этого, был принят 214-й федеральный закон, который гласил, в общем-то, о создании фонда защиты дольщиков. Если кратко, то этот закон нам говорил, если вдруг застройщик кого-то подведет, мы все достроим. И этот жилищный комплекс в том числе продавался уже по этому 214-й федерального закона. То есть люди, в принципе, брали смело, они понимали, что у них уже теперь есть гарантии, то есть это жилое, это не апартамент и не что-то такое. И были в себе уверены. Но так произошло, что большой застройщик Urban Group, ну, каким-то образом обанкротился. Большой, проверенный, с большим количеством завершенных проектов на тот момент. То есть здесь там обвинить людей в том, что вы знали, куда идете, точно нельзя. Здесь люди шли на надежного застройщика. Плюс федеральный закон в помощь. Плюс федеральный закон, который им гарантировал, в котором все это у нас красиво расписано, что теперь вы под защитой. Плюс приезжают сюда, здесь должно было быть большое количество домов. Большое, да. Продажи шли. В городе продажи шли очень активно. Обратите внимание, мы вам покажем кадры с коптера, как выглядит офис продаж. Большой, красивый, пафосный, солидный такой офис продаж здесь. Я, кстати, даже напомню, что я вот именно в 2017 году тоже тут кружилась и тоже тут подумывала. И вот на тот момент я помню, что когда мы сюда приехали, и смешно, во-первых, что когда мы видели название, лайково, да, то есть кто-то из нас там сказал дизлайково. Ну, вот так оно и сложилось. Знакомьтесь, друзья, Максим Лисицын, представитель, активный представитель инициативной группы. Максим, хочу начать с позитива. В 2017 году, насколько я знаю, ты здесь покупаешь себе жилье. Что тебя подкупило? Вот ты сюда пришел, как ты вообще нашел этот район, где ты, может, поблизости живешь? Что тебе показалось здесь привлекательно? Вот какие плюсы ты здесь увидел? Да, действительно, в мае 2017 года мы с супругой приобрели здесь квартиру, смотрели очень много вариантов, рассматривали других застройщиков. Ну, приехали в Лайково и поняли, что вот здесь, где мы хотим жить. Это привлекательный район, это близость к лесу, экологичность прежде всего. И, конечно, самое главное, это проект Urban Group ЖК Лайково. Это целый город, развитая инфраструктура, комфортность для жизни, самая большая школа, которую обещали здесь построить. Конечно, нас это все привлекло. Детские сады, магазины. Совершенно верно, ритейл полностью. Вышел, и у тебя здесь все. Да, да, все в пешей расходе. Вопрос, вопрос. Отсюда до Москвы добираться своим ходом как? Здесь входит транспорт. И, конечно, когда должен был быть построен наш ЖК в полном объеме, транспортная доступность здесь планировалась более развитая. Примерно где-то до Славянского бульвара составляет где-то 15-20 минут. Это как нам и говорили при продаже, рекламировали. То есть было все красиво. Маркетинг был очень сильный. Покупая в 2017 году, что вы покупали? Однушка, двушка? Мы купили трехкомнатную квартиру. Площадью? 68 квадратных метров. И по чем тогда она вам обошлась? 6 миллионов 300. А вы покупали ее в ипотеку или сразу всю сумму оплачали? Мы покупали в ипотеку. Причем самое интересное, что мы покупали через Сбербанк, который аккредитовал данного застройщика. Мы были уверены в надежности, что если Сбербанк говорит о том, что да, мы продаем здесь квартиры, через наш банк можно ипотеку брать. То есть сомнений никаких не было. Мы чувствовали защищенность. То есть по всем фронтам известный застройщик сильный. В топ-10 известных застройщиков по Московской области, Urban Group, плюс были реализованы проекты город-набережных. Но как бы мы не сомневались, что такой большой проект был реализован. А покупая в 2017 году, вам когда обещали, что конкретно вы получите ключики? По ДДУ, по ДДУ договору долевого участия, мы должны были получить ключи в декабре 2019 года. То есть по сути ждать всего лишь 2 года и заехать в такой прекрасный город. На сегодняшний день мы также оплачиваем ипотеку. Мало того, мы снимаем квартиру, как и все наши дольщики. Семьи, которые снимают квартиры и оплачивают ипотеки. Дальше что происходит? Застройщик банкротится и приходит к дольщикам фонд, который говорит, все классно, мы достроим, мы вам все поможем. Дольщики были в себе уверены, понимали, что, пожалуйста, есть правильная декларация. Есть там визуал, чтобы проще сказать, какие им должны быть их дома. И особо никто не переживал на тот момент, во всяком случае, как я это понимаю. И дальше что произошло? То есть деньги были выделены, то есть деньги есть на достройку. Каких-то очевидных условно проблем, по которым понять, почему они не достроятся, не было. Но уже по сей день, сейчас у нас февраль 2022 года, дома не просто не построены, а из 69 домов, которые должны быть построены по проекту, во-первых, решено достраивать всего лишь 12, то есть остальную часть земли продать. И вот эти 12 домов до сих пор не построены. И уже в этом году обещали людям передать ключи, в общем-то, ну, насколько я знаю, там в апреле или в мае, сейчас нам еще подскажут и расскажут дольщики. И этого точно не произойдет, и когда это произойдет, теперь уже вовсе непонятно. И в этой истории мы вам покажем, что 214 федеральный закон, он, конечно, написан красиво, грамотно, в правовом смысле, но это не панацея от всех бед, и не стоит думать, что я куплю у любого застройщика какого-то, да, если вдруг что-то, то меня достроят. Может быть, и достроят, но когда? Вот сейчас на примере Жакалайкова мы узнаем, что вопрос когда может растянут надолго. О банкротстве у банкроп мы узнали в мае 2018 года. Это, знаете, был как снег на голову, это был шок для всех. Мы на самом деле, вот все наши дольщики, мы не знали, что делать. Мы собрались здесь сразу же после того, как об этом узнали, и начали вообще продумывать план действий, как нам действовать, что в этой ситуации делать. И самое интересное, самое интересное, что банкротство, Urban Group было произведено буквально за несколько месяцев, когда такие процедуры происходят несколько лет. Встает вопрос, как же так? Сам ли все-таки Urban Group обанкротился, или ему это помогли сделать? Нас подхватило государство. Огромное спасибо Владимиру Владимировичу, правительству Российской Федерации. Было принято решение нас достроить. Конкретно вас, правильно, по-вашему? Конкретно все ЖК Urban Group, не только нас, ЖК Лайкова. То есть все ЖК, которые сюда входят. 50% это финансирование из федерального бюджета, 50% это финансирование Московской области, из бюджета Московской области. Вот когда мы об этом узнали, мы на самом деле, как бы, поняли, что нас не бросили. Нас не бросили, нас действительно достроят. Но, как мы видим, на сегодняшний день, как мы видим, мы до сих пор не получили ключи. Знакомьтесь, следующий дольщик Станислав. Напомните, пожалуйста, в каком году вы покупали здесь квартиру, и почему вы ее покупали здесь? Мы покупали в 17-м, по-моему, году. Уже даже забыл, да? Почему именно здесь? Потому что соотношение нескольких факторов – это цена, расположение удобное для меня, да, и для моей семьи. И в целом, скажем так, концепция этого жилого комплекса. Станислав, на тот момент, когда вы покупали, вот общаясь, допустим, с потенциальными вашими соседями, с людьми, наверное, какую-то информацию собирали, была вообще мысль о том, что все это может свестись вот к тому, к чему пришлось сегодня? Или вы были стопроцентно уверены, что все построится, вы получите ключи, все будет как положено? Мыслей не было, потому что, именно таких мыслей не было, потому что, во-первых, все договора, да, у нас проходят регистрацию в Росреестре, соответственно, все разрешительные документы на строительство были. Сбербанк и другие банки нашей страны, да, ведущие банки, они Урбан называли там золотыми партнерами, платиновыми партнерами, еще какими-то там алмазными, не знаю, партнерами. То есть была, ну, уверенность в том, что раз там и ипотеки, да, в банках, так сказать, первой величины, то есть под небольшой процент, это косвенно говорило о надежности, да, данного застройщика и... Короче, гарантия у вас внутри была стопроцентная, что все будет хорошо. Ну, я, да, я понимал, что возможно, да, как и везде, какие-то могут быть задержки, но что будет банкротство в Урбан Групп, об этом я даже не мог предположить. В прошлом году, в марте месяце, 17 марта, у нас была расширенная встреча с фондом в штабе строительства Лайкова, где нам четко Константин Петрович Тимофеев, глава фонда, заявил, что, ребята, по закону от вынесения решения о банкротстве, мы получим ключи через 3 года. То есть мы должны получить ключи в апреле, в марте этого года, и нам четко сказали, что ключи у вас будут. Но у нас было собрание последнее с фондом, крайнее. Совсем недавно. Было в четверг, где нам заявили, что, ребят, извините, ключи вы не получите. Слушайте, я стесняюсь спросить, а когда вам заявляют, что вы получите ключи, вот мы стоим сейчас, вот покажи, пожалуйста, Виталий, вот эту картину всю, от какого из ЖК вы должны получить ключи в марте-апреле? Если даже вон те дома, к вам тоже относятся? Совершенно верно, там даже кладка не закончена. Здесь просто ключа земли, по-другому не назовешь. Ничего не сделано. От чего ключи-то обещают дать? Не от чего. А когда вы задаете им этот вопрос, они вам что говорят? Сейчас за ночь сделаем что-то? Нет, говорят, у нас возникли проблемы с коммуникациями, проблемы, но мы это слышали ровно год назад, когда нам четко сказали, что проблемы с коммуникацией все решены. Ребят, мы прошли этот сложный путь. Ждите ключи. Апрель-марк 2022 года, ключи будут. На последней встрече нам сказали, конец года. Они зашли уже не на пустое место, они зашли там на частично какие-то готовые дома. И они постоянно говорят о том, что у них есть финансирование в полном объеме, все выделено, но, однако, за три года до сих пор дома стоят без стен, по факту, да, не решен вопрос с коммуникациями. То есть этот вопрос специально затягивается для того, чтобы его максимально, да, как бы продлить, максимально выжать из этого все, что возможно в плане каких-то там выгод кому-то, да, назовем это так. То есть я просто считаю, что здесь это не просто, даже это не просто халатность, это целенаправленная какая-то схема по отмыванию денег. Друзья, вы просто послушайте ситуации жизни людей, представьте, с чем вот можно столкнуться. Анна, вы продали свое единственное жилье в Хабаровске. Я жила в Москве, я вышла замуж, родила двоих детей. Потом мы подали, ну муж подал бывший на развод, мы развелись. И после развода полтора года судов, меня лишили права пользования в квартире, в которой я проживаю в области, в Малаховке. И было единственное решение продать свое единственное жилье в городе Хабаровске, у меня была однокомнатная квартира, чтобы вложиться здесь в стройку, чтобы выполнить решение суда. Потому что в суде я сказала о том, что я хотела бы решить свои вопросы миром. И так как у меня ценности, чтобы дети видели своего родного отца, а здесь ровным счетом до отца подать 10 минут на машине доехать. Поэтому я говорю, я буду продавать свое жилье и дайте мне время. Суд мне дал время. И так как лишена, все я все выполнила, все обязательства выполнила. В 2019 году должна была заехать сюда и жить. А вы когда покупали, вы получается всю сумму заплатили? Да, всю полностью. Или у вас была ипотека? Нет, у меня нет ипотеки, я заплатила всю полностью сумму. Два материнских капитала у меня здесь выложены, которые я успела все вывезти, потому что это долгая процедура с государством, 4 месяца. Получается, ушло на оплату как раз вот этих переводов всего. Ну и плюс немножко помогли родственники. Все, вся сумма полностью, все уплачено, налоги все уплачены еще в 17-м году. И по факту на сегодняшний день ваши деньги зарыты сюда? Да. Единственного жилья, естественно, нет. Вы продали, а проживаете вы где? Я проживаю в квартире бывшего мужа, у меня есть решение суда. И сейчас в связи с тем, что такие семейные у нас немножко неурядицы, вопрос стоит по алиментам, и муж сейчас готов будет забирать двоих детей. Одного ребенка он может сейчас забрать, потому что ему уже есть 11 лет, а второго ребенка он не может еще забрать, потому что нет 11 лет. Но я думаю, что это будет в преддверии, поэтому квартира просто необходима, потому что здесь это мое жилье. И все вот решения вот эти семейные, где жить, где учиться, то, что я как бы и все эти года с детьми была, и сейчас я буду с детьми. А так, получается, у меня даже отберут детей, потому что у меня нет жилья. Как вы видите, все дольщики сегодня собрались. Понятное дело, что это еще малая часть, но тем не менее, это лучше, чем когда приходит один человек, и то его как бы подтолкнули, ты иди, а мы посмотрим на тебя со стороны. Любовь, Любовь, расскажите, пожалуйста, что у вас здесь конкретно случилось? Я представительница дольщицы, которая с 2014 года ждет квартиру. Дольщице сейчас на данный момент 80 лет, Морозова Александра Александровна. Она покупала квартиру еще из СУ-155. Является уже трижды обманутой дольщицей СУ-155, Урбан Групп, и мы считаем, что фонд развития территории тоже обман, обманул нас. У нас есть факты этого, потому что сейчас было у нас собрание 17-го числа, которые сообщили нам, что срок, который даже по закону у нас есть, апрель 22-го года, будет смещен. Мы против смещения сроков и требуем, чтобы сдвиг был сроков влево. Значит, невозможно столько ждать людям, тем более в старом, в смысле во взрослом возрасте. А живет она сейчас где? Сейчас живет она на съемной квартире, на свою пенсию мизерную. И до сих пор она, учитель немецкого языка, старается как-то выкарабкаться из этой ситуации. Продала свою квартиру, немножко добавила своих средств, которые скопила. Она оказалась без единственной квартиры. Человек тратит деньги на то, чтобы ее хотя бы даже прописать. Люди здесь многие, без прописок, понимаете? Как им прописаться? Куда прописаться? Государство не думает об этом. Фонд изменил даже название. Фонд защиты прав дольщиков. Они должны защищать были, понимаете, людей. А теперь они фонд защиты развития территорий. Уже даже не хотят даже в названии это слышать, чтобы защищать народ. Мы просим всех чиновников, у которых еще есть сердце, и которые все-таки могут пойти, и смелых чиновников, и деловых, которые могут пойти и защитить нас, и выправить эту ситуацию. Потому что госструктура, все-таки фонд, он является госструктурой. Нужно все-таки как-то людей своих уважать. Он создан был президентом России. Это просто, я не знаю, мне стыдно. А как им не стыдно так поступать с людьми? Это просто невозможно. Люди дошли уже до положения у всех, уже психическое состояние, не то, которое было на уровне. Эти семь лет потеряны просто из жизни людей. И так издеваться над своим народом, это просто в такой великой стране. Но, понимаете, у нас надежда уже упала. У никого нет уже надежды на то, что нам помогут. Такие сюжеты всегда очень тяжелые и очень эмоциональные. В любом случае, у меня есть спонсор выпуска. Позитивный, добрый, нейтральный спонсор выпуска. Сейчас я вас с ним познакомлю. Вот после просмотра таких сюжетов иногда хочется отвлечься. Вполне возможно, что канал этого человека вам зайдет. Друзья, нам нужно сделать перерыв, но не спешите перематывать. Согласитесь, что на сегодняшний день уровень Ютуба улетел куда-то в космос. Шикарные съемки, сценарии, куча операторов. В общем, сегодня это самые настоящие профессиональные передачи. А кто из вас скучает по тому самому ламповому Ютубу, с которого все началось? Когда люди ходили, снимали себя, рассказывали и вели свои каналы на разные темы, делились своими эмоциями, переживаниями. Интересно вот сегодня найти подобный канал? А он существует. И имя ему канал Дмитрия Евдокимова. На сегодняшний день он уже набрал более тысячи подписчиков. И на канале он делает различные обзоры техники. Ведет личный блог, рассказывает про путешествия, когда куда-то отправляется. У него также присутствует мото-тематика. Он делает крутую съемку с квадрокоптера Санкт-Петербурга и всех его красот. И многое другое также ждет вас на канале. Совсем недавно он сделал подробный обзор Дэнди. Но кто из вас не играл в детстве в Дэнди? Для многих это отдельный вид контента. Когда ты проходишь старые игры, люди смотрят, ностальгируют и получают от этого заряд позитивной энергии. Переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на канал. Дмитрия ему так важны ваши первые комментарии. Он их все читает, каждому старается отвечать. Он ждет от вас советов. Поймите, отписаться вы всегда успеете. Ссылочка ждет вас в описании и в первом закрепленном комментарии. Окунитесь в уютную атмосферу того самого лампового YouTube. Приятного вам просмотра, а мы продолжаем дальше. Ребята, зацените просто эту надпись. Лучший жилой комплекс России, лучшая архитектура жилых комплексов. И изначально многих людей здесь действительно подкупал вот этот офис продаж, который реально, можно сказать, на момент постройки шикарный. Конечно, обратите внимание, зачастую, когда вы приезжаете на какое-то поле, где будет стройка, там, как правило, стоит, ну, маленькая такая какая-то бендежка, бытовка и там, ну, там два стула, там три стола. И здесь капитальное здание, то есть такое основательное, то есть люди приходили, то есть они приходят первое к проверному застройщику, да, то есть они видят готовое красивое здание офисов продаж, где они встречают, кофе наливают, чай наливают. То есть каких-то вот оснований, даже мыслей о том, что произойдет так, как произошло, у людей, ну, точно не было. Мы это специально делаем, акцент, потому что я всегда читаю ваши комментарии, всегда находятся люди те, которые говорят, а вот там можно было заметить подвох, там можно было заметить подвох. Изначально на этапе сделки договоренностей. И очень часто людей увлечают в том, что там сами там хитрые, хотели сэкономить, вы должны были знать, что какие-то есть риски. Ну, знают люди, что там, ну, год, ну, два могут сдвинуться, какие-то готовы понести, но не так, когда все сдвигается, и самое главное, что что-то роют. А что роют-то вообще-то, не в курсе? А здесь, получается, эта земля продана уже другому застройщику, то есть пока что проектной декларации нет, то есть непонятно, в каком стиле будут построены эти дома, какая площадь, в принципе, застройки еще пока что непонятны, и какое количество квартир. Но дольщики очень сильно этим возмущены, потому что они, большинство сюда приехали, реально, как говорили ранее, то есть в ущерб транспортной доступности, в ущерб метро и прочему, именно из архитектуры. И здесь, получается, заходит застройщик, который известен своими коробочками, и, то есть, получается, здесь дома, которые должны достроить там немножко, и тут просто встанут вот эти коробочки. Вы писали же наверняка письма в прокуратуру, в полицию, там, куда угодно. Какой у них ответ по факту того, что третий год уже подходит к концу, они вам что говорят, все хорошо или что, какой ответ? Все хорошо, конечно. А, то есть, все отлично? Да. Процесс идет? Идет. Понятно. И то же самое, да, что говорили на, то есть, то, что нам говорили там два года назад, три года назад, что там будут через полтора года ключи, потом там прошлым летом обещали ключи, а потом, значит, ну уж по закону до апреля, это уж мы как бы в любом случае вам должны выдать. Теперь, значит, они там на встрече сказали, что это будет там какое-то завершение строительства, там, конец 22-го года, то есть, выдача ключей это будет 23-й год, когда вообще непонятно, то есть, это еще там на год от того, что они должны там были выдать. Анна, вот на основании этого, если бы сейчас вас увидел человек, который имеет возможность решить вот этот вопрос ваш, что бы вы ему сказали? Честно говоря, я была уже на встрече с Андреем Юрьевичем Воробьевым, он мне обещал. Константин Петрович Тимофеев обещал, все ходят, все обещают, и я только обращаюсь к одному человеку, наверное, если это, как сказать, человек, не человек, Господу Богу, потому что я не знаю, к кому обращаться, чтобы наша стройка завершилась. Это же бешеный стресс, постоянный. Бешеный, да, я 4 года вот в этой войне, и я на всех встречах, я на всех, и, Господи, и к правительству ходили, и к прокурорам ходила, и к Воробьеву ходила, Господи, кому только и следственный комитет ходила, и со всеми держим связь, запросы делаем, но бездействие полнейшее. Жить и платить ипотеку, платить аренду, параллельно, вот быт идет домашний, работа, в 20-м году пандемия началась, для многих это очень страшные вещи. Многие не справляются с выплатами, и потом начинается отъем банками, жилья у людей. В таких ситуациях сплошь и рядом, и, к сожалению, на сегодняшний день почта моя лично просто завалена. Когда люди покупают дома, вы вдумайтесь, дома, частный дом, а им говорят, нифига, придется ломать. Андрей и Никита, вы покупали в 17-м году квартиру здесь, в 18-м умышленно, потому что здесь мог быть садик, могла быть хорошая школа, улучшится. Взяли ипотеку, которую платите и по сей день. Да, все верно. Ему уже скоро в армию, как говорится, идти, а садика нет, ничего нет. Да, мы брали, чтобы он пошел в садик, ему уже шестой год, идти в школу, и видим, что ни садика, ни школы нету, ничего. И также вот можно посмотреть, что ни домов, как бы дома стоят, одни каркасы. СК было, прокуратура была, министры были, губернатор был, в прошлом году Воробьев, был он два или три раза был, и одни обещания. И вот, честно, уже слов нет, уже тошнит от этого обещания. Вот одно обещание, что построить, так же все обещают. Я уже не знаю, кому сюда надо приехать, чтобы пообещать это все. Никитоз, ну-ка скажи, пожалуйста, вот туда в камеру, дай требования, указания, что здесь нужно сделать? Постройте наши дома. Понятно всем, ребенок вас просит построить их законные, внимание, дома. Если есть люди, чиновники, которые все-таки с сердцем, с большим, помогите нам. Мы обращались к депутатам, мы обращались в Комитет защиты человека, мы куда только не обращались, мы обращались в Единую Россию, в Справедливую Россию депутаты Московской области, я могу даже поименно сказать, которые никто нам не помог. Да, и, кстати, Тимофеев Константин, это генеральный директор фонда развития территорий, год назад нам сказал, вы сами виноваты, почему вы инвестировали средства? Простите, господа, а как купить людям квартиру? Зачем тогда продаются квартиры в новостройках на этапе строительства? Запретите это законами, запретите, тогда люди не будут покупать. Так, я сейчас провела исследование, вы можете точно так же провести исследование. Позвоните, где продаются квартиры на этапе уже построенных домов. Нет уже квартир однокомнатных, двухкомнатных разбираются. Как человеку купить в построенном доме квартиру? Когда там, во-первых, и цена, внимание становится огромное. И самое главное, вы поймите, что все люди, которые покупают на этапе котлована, они это делают не от хорошей жизни, не потому что им делать нечего, и они такие, а, инвестицию сделаем. Здесь и сейчас, когда вот ровное поле, им обещают низкую цену. И именно на эту низкую цену они идут в перспективе на то, что дальше вырастет, и мы заедем, хоть что-то сможем, не то чтобы сэкономить, а не переплатить сверху. Вот здесь за что битва-то идет. Друзья, так вот даже и не поверишь, да, то, что я сейчас пойду в офис продаж с целью просто личного эксперимента спросить, что нам интересно ответят. А офис продаж-то, собственно, работает, нет? Здрасте. Ребят, лица снимать не буду. Сам все понимаю, что вы не хотите говорить. Но есть вопрос. Хочу купить у вас квартирочку. Что по этому поводу скажете? Если сегодня прихожу, можно купить? Можно. Вопрос, когда она будет сдана? В конце этого года. Все дома будут сдаваться в конце этого года. Все 12. Ну, это вот это, правильно план? Да. Вот то есть все, что вот это вот нарисовано. Можно тут мне сфотографировать? Да. Тяжело работать, что люди приходят, вот эти вот митинги постоянные. Или как бы нормально? Уже. Ну, а вам руководство такие сроки правильно называют? Это же вы же не со своей стороны говорите? Это собрание, и это представители фонга, и министерства строительства. То есть я сегодня могу купить и за наличку, и в ипотеку без проблем? 12 банков ведущих. А сколько нынче сегодня здесь стоит самое, допустим, доступное жилье? Нет, сегодняшний день 4200. Это однокомнатная квартира? 36 квадратов. 36 с балкончиком или без? С балконом, да. 36 квадратов в этом году должна быть сдана? Да. Плюс-минус ориентировочно. Все понятно. Пойду думать. Пойду считать деньги. Спасибо. Ребят, люди приветливые, нормальные сидят, как бы, ну, понятное дело, что что, менеджеры по продажам работают. Вот поймите, если это видео, ну, я надеюсь, его увидят застройщик, представители. Ребят, вы поймите, нет абсолютно никакой задачи приехать, создать какой-то негатив, там, какой-то конфликт. Ну, люди звонят сами, они покупают, это ваши клиенты, они вам дали денег, с которых вот сотрудники ваши зарабатывают, строители зарабатывают. Ну, крик души. Иногда застройщики присылают письма, сколько будет стоить снять вот сюжет о нас в хорошем ключе. Я говорю, ребят, а зачем за что-то платить, когда вы сделаете хорошо? Позвонят люди, мы придем, зададим вопросы, какие плюсы, какие минусы, и получится честный, объективный ролик. Мы снимали ролик, например, про пик в некоторые дома, где там было больше негатива, но были позитивные моменты. Мы снимали про пик в совсем другое место, где в большей степени позитив и немножко негатива. Нету задачи с кем-то конфликтовать. Все жить хотят, вы поймите, никто драки не хочет, жить люди хотят. Вот это первый момент. Поэтому, если есть возможность, надо кому-то там, наверное, провести с кем-то диалог, чтобы здесь действительно стройка шла, не прекращаясь постоянно. А то вот кран работал, все встал, а обеда нет по часам. Уже как бы он просто куда-то ушел, видимо. Поэтому помогите, пожалуйста. Знакомьтесь, Ира, в 2017 году покупаешь здесь однокомнатную квартиру. И, как сама говоришь, слава богу, что не в ипотеку. Не в ипотеку, да, за наличные. Причем у меня на самом деле еще такой не самый благополучный кейс, потому что у меня была квартира вообще в Москве, в Некрасовке, с перспективы у метро. Но я также, как и многие покупатели, купилась на красивую картинку офиса продаж, рекламы, баннеры, которые висели по всей Москве, приехала сюда. И все, что они здесь продавали, то есть это единственная концепция, которая отличала весь эконом-класс своей архитектурой, своими набережными и так далее. То есть, да, я вновь как бы покупаюсь на эту маркетинговую историю и приобретаю здесь квартиру в стройке. Ир, в целом, картину мы до людей донесли, что здесь происходит. Но вот возникает как раз один хороший вопрос, который вот ты нам и откроешь. Смотрите, при просмотре сюжета можно подумать, ну раз работает офис продаж, и они что-то пытаются еще продавать. Договор долевого участия в любом случае подразумевает возможность продать свою долю и хоть что-то сегодня вытащить. И ты хотела это сделать, попытаться забрать и убежать. Что произошло? Да, ну получается, я выставляла квартиру на Циане летом 2021 года. У меня было два потенциальных покупателя. Оба они были с ипотекой. И по факту, когда они уже запросили весь пакет документов, отправили его в банк, банк им отказал. А так как я сама работаю в недвижимости, и мой кейс, скажем так, протоптал мне дорогу в недвижимость, и я хотела уже идти туда с определенной пользой для своих клиентов, я поняла, что многие банки сейчас не кредитуют этот объект, то есть это небезопасная история для банка, они не хотят брать на себя такие риски, и мои клиенты отвалились, и я не смогла выйти из этой стройки по переуступке. Самое страшное, что удивляет, что вы вдумаетесь, это проблемный объект, проблемный. Но в 2021 году нашлись люди, которые вот глядя на все это, готовы влезть в ипотеку для того, чтобы его купить. Офигеть, это еще огромное спасибо, как говорится, банкам, что дали отказ, иначе с одной стороны вроде как тебе там условно повезло, ты ушла, но с другой стороны люди кто войдут, ну и вообще тут замкнутый круг самый натуральный. Уважаемый Владимир Владимирович, мы дольщики ЖК Лайкова, обращаемся к вам с нашей проблемой. Мы знаем и верим, что только ваше вмешательство поможет сдвинуть сроки выдачи ключей влево. Мы устали платить ипотеки, снимать квартиры, сотни семей ждут свои ключи. Мы просим вашего вмешательства и ускорить сроки выдачи ключей. Мы знаем, что это под силу при полном финансировании. Также мы обращаемся к генеральному прокурору России, к главе Следственного комитета. Пожалуйста, проконтролируйте стройку, и чтобы сдвиг был стройки влево, потому что это все возможно, идут огромные деньги бюджетные на данную стройку, но почему-то до сих пор фонд стройку не заканчивает. Пожалуйста, можно проконтролировать так и убрать тех людей, которые не выполняют свои функции. Если команда плохо сработала, ее надо заменять. Где контролирующий орган? Пожалуйста, проконтролируйте это. Измените ситуацию. Помогите дольщикам. На самом деле вы даже не представляете, как тяжело снимать подобные сюжеты. Вы смотрите картинку. Когда я общаюсь с людьми, я смотрю им в глаза. Глаза – это зеркало души. И глядя вживую в глаза человеку, слушая его историю, как рушатся семьи, как волнуются люди, ты чувствуешь эту энергетику, это очень тяжело. Купили законно, честно, платят, платят все налоги, не идут на бунт, а просят. Дайте нам то, что вы нам обещали, за что мы заплатили. Очень хочется, чтобы их вопрос поскорее был решен. Часть земли выкупает самолет, если не ошибаюсь? Да, самолет. Но, во всяком случае, информация тоже есть. А то, что он дома строит, эти дома-то уже под других людей, то есть другим будут продавать? Да, это уже под другие, да, другим людям будут продавать. То есть, по факту, из 69 домов, которые должны были здесь, вот прям вот буквально 12 достраивают, то есть тем, кто это уже приобрел, а остальное – это уже будет другая история, другие дольщики, другие продажи. Наташ, мы с тобой познакомились, когда мы снимали сюжет про твой дом. Кто не в курсе, там дом с трещинкой, вопрос-то как у вас? Отлично. Кстати, мне написали такое количество комментариев, прям реальных советов. То есть, люди вообще не было вот именно на почту, мне не писали такое, что вы там сами дураки и прочее. То есть, писали реальные советы, и, в принципе, мы их часть уже использовали до зимнего сезона, то есть все, что могли начать. И собираемся еще часть реализовать сейчас по весне, и я думаю, что все у нас будет в порядке. Во всяком случае, новых трещин точно не будет. Ну вот, видите, как бывает. Вот сюжет сняли, людям написали. Многим матом могут писать, но по делу, и, соответственно, все равно можно приять на дело. Да, 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 главное КПД этой информации. В общем и целом, здесь сказать больше нечего. Основную картину и проблему мы до вас донесли. Сегодня мне помогала снимать этот ролик Наталья. Я оставлю ссылочку на ее канал. Человек занимается недвижимостью. Ведет канал, рассказывает о том, как правильно покупать квартиры в ипотеке, с какими подводными камнями вы можете столкнуться, если вы покупаете, например, студию. В общем, все, что связано с недвижимостью. Она, как человек, который этим регулярно занимается, рассказывает абсолютно бесплатно на своем канале. Кому интересно, заходите, подписывайтесь. Речь хорошая, слушать приятно. Ну, а нам с вами остается сделать выводы и понять, что вот так вот можно вляпаться, когда ты на все 100% изначально уверен, по всем фронтам у тебя зеленый свет, положительный ответ, а потом раз, и ты стоишь, просишь о помощи главу государства. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Дальше будет больше роликов на разные темы. Ставьте лайки, репостите этот ролик. До новых встреч всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...